Станислав из семьи учителей, поэтому выбор профессии перед ним не стоял. Свои первые шаги в педагогике сделал в детских лагерях. Сейчас же трудится хореографом в вокальной студии. Станислав замотивирован, пришел за эмоциями и новым опытом. Его визитка на педагогическом дебюте запомнилась многим. Молодой человек предстал в образе Супермена. Подготовка интересная. Не скажу, что простая, но интересная во многих смыслах. И, конечно же, я благодарен, наверное, своим детям, которые мне в этой подготовке помогали. А вот Вероника Косенечкова участвует в конкурсе уже второй раз. В этот раз она настроена только на победу. Вероника также из семьи потомственных педагогов. Решила участвовать, чтобы показать себя и посмотреть на остальных, перенять опыт, научиться чему-то определенному. Ну и, конечно, продемонстрировать то, что уже умею я. Пришла я в номинации «Воспитатель». Буду показывать занятия, буду показывать также, как и все участники, визитку и опыт работы. В этом году в конкурсе участвует 51 педагог. Всего пять номинаций. Молодые учителя, молодые классные руководители, молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций, молодые педагоги дополнительного образования, молодые управленцы, педагог-наставник. Каждый конкурсант должен представить свою визитную карточку, показать педагогический опыт. Для своих опытных коллег участники проведут открытый урок. Основная цель данного конкурса – это, конечно же, поднятие престижа, профессии педагога, профессии учителя. В Ульяновском регионе делается много для того, чтобы профессия учитель действительно занимала достойное место среди профессий. И, конечно же, это такая путевка в профессию. Дело в том, что педагоги, проходя конкурсные испытания, погружаясь в конкурсную атмосферу, прежде всего, становятся выше вчерашнего себя. Победители получат денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Призеры второй и третьей степени – по 10 тысяч рублей. А самые лучшие представит наш регион на всероссийском этапе. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ